Всем привет! Продолжаем путешествовать по картинам известных художников. Сегодня я хочу познакомить вас с итальянским живописцем, представителем раннего возрождения, который является одним из создателей научной теории перспективы Паоло Учелло. Настоящее имя итальянское Паоло Ди Донна, современник Мазаччо, работы которого оказали на него большое влияние. Жил во Флоренции, его отец, возможно, был цирюльником или врачом, Дон Ди Паоло, был флорентийцем. При крещении мальчик получил имя Паоло Ди Донна, Паоло, сын Дона. Расхождение прозвища Учелло переводится как «птичка», так Паоло прозвали за любовь к животным, вообще и к птицам в особенности. О детстве Паоло известно лишь то, что еще мальчиком его взяли помогать при декорировании северных ворот флорентийского бутистерия, знаменитые скульпторы Филиппа Бронелески и Лоренция Гиберти. Я пользуюсь Википедией, все то, что я нашел в интернете, вот картины скачал из интернета. Учился он в мастерской Гиберти, вероятно, с 1407 по 1414 годов. В следующем году, в 1415, был принят в цех врачей и аптекарей, а через 8 лет в братство святого Луки. С 1425 по 1430 год выполнял мозаики для собора Сан-Марко в Венеции. Крупный, красивый собор, кто был, вспоминает сразу, наверное, какие площадь Сан-Марко, ну и так далее, так и отступление. Первая, дошедшая до нас датированная работа Учела, это фреска с изображением английского кондотьера Дона Хокфудда по флорентийскому соборе, 1436 год. В флорентийском дуомо, помимо изображения Джона Хокфудда, над выходом прямо в середине западной стены, из часы работы Лоренцо Диби Венута Делла Вальпая с росписью циферблата работы именно Паула Учела. Приблизительно с середины 30-х до середины 40-х годов 15-го века он работал над циклом фресок церкви Санта-Мария-Новелла на сюжеты из Ветхого Завета. В 1456 году, по приглашению Казима Медичи, приступил к украшению дворца, построенного Микелотца. Сделал три картины «Битва при Сан-Романе», в которых изобразил эпизоды «Битвы при Сан-Романе» в 1432 год, где флорентийцы одержали победу над войсками Сиены. Надо сказать, что в настоящий момент это три большие картины, разбросанные по разным музеям Европы. Первоначально это был единый фрес длиной 9,5 метров. Учела автор фресок в соборе Пратта, среди них замечательные аллегорические изображения веры, надежды и стойкости. Для многих работу Челла характерна сказочность, изысканность, декоративность, красочность и фантастичность. Был женат, жена учила Тамаза, родила сына Доната, а в 1456 году умерла после неудачных родов. Девочка, которая появилась на свет, выжила, ее назвали Антонией, и по некоторым данным она тоже стала художником-художницей. Последние годы работал мало, умер у бедности, в музеях России его произведения отсутствуют. Творчество Павла Учела оказало сильное влияние на формирование советского и российского художника Дмитрия Жилинского. Ну, надо сказать, что с легкой руки в азаре, искусствоведа, если можно так сказать, того времени, именно этого художника будут вспоминать обязательные связки с понятием перспектива. Всегда будут упоминать его страстную любовь к этой самой перспективе и цитировать его слова. О, какая прекрасная вещь, эта перспектива. Не поэтому ли вплоть до начала XX века Паоло Учела считался математиком, помешавшимся на перспективе, которому картины нужны были лишь для того, чтобы проверять на них свои математические выкладки. Как я уже говорил, Учела умер в бедности по одним данным, а по другим 11 ноября 1475 года Учела написал завещание, из которого следует, что живописец был вовсе не так беден, как сообщает в Азаре. Спустя месяц, 10 декабря, Паоло Учела скончался в больнице. В одном из источников XVI века утверждается, что в это время живописцу исполнилось 78 лет. Тело художника похоронили рядом с прахом его отца во Флорентийской церкви Святого Духа. Ну, вот, собственно говоря, и все, что я нашел в интернете о итальянском живописце Паоло Учела, представителе раннего возрождения, который был один из создателей научной теории перспективы. Все, всем пока, всем привет, смотрим картины. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok